Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал. Сегодня начнем решать проблемы в сети Skylines, собственно. Я решил, что для этого прохождения, не знаю, насколько длинным оно будет, но в общем я решил не начинать новый город, потому что все всегда начинают с нового города. Но так уж получилось, что мой первый город не лишен проблем, естественно. Любой город не лишен проблем, понятное дело. Но я решил, что поинтереснее будет разбираться с теми проблемами, которые уже есть сейчас. К тому же я к нему немножко привязался, к этой планировке, к этим оригинальным названиям, которые я выбрал для районов. Но в общем, в любом случае, мы будем решать проблемы этого города, потому что и здесь все не идеально. Зачем городить целую кучу неработающих систем, если можно пробовать отладить эту одну. Как видите, он не слишком большой, по сути, это чуть больше одного квадрата занимает площадь. Но у меня есть еще тут прикупленная территория, поэтому нам есть куда развернуться. Давайте знакомиться. Соответственно, начался город вот с этой развязки. Я провел шоссе в одну сторону, в другую сторону, а это односторонние дороги. Здесь дальше начинаются мелкие ответвления. Соответственно, первым был вот этот район Теснограда, за ним следом был Плотностройск, потом Новара и так далее, и так далее. Дальше был вот этот район с промышленностью. Промышленность была еще и здесь, чтобы жителям из разных концов было быстрее добираться на работу. Но потом я заменил эту промышленность жилым районом. Надо бы, возможно, снести этот дом, но мы не будем этого делать. К черту, сами разберутся. Соответственно, самый последний район это вот этот, Косолея. Здесь уже все по высокой плотности, здесь офисы, здесь жилые здания и коммерция, все высокой плотности. Сейчас, как видите, у меня достаточно большая... Здесь у нас сельскохозяйство, кстати. Здесь древообороты еще промышленности, здесь тоже. Я поставил 2 солнечных электростанции и полностью отказался от ветряков, таким образом. Они все не работают, я все их выключил. Собственно, проблема, как я понимаю, созрела такая. Видите, у меня бешеный спрос на коммерцию и производство, и никакого спроса на жилье. Я так подозреваю, я уже начал воплощать этот план. Собственно, скорее всего, у меня все жители слишком образованные. И им просто не нужно столько заводов, на которых работать. Поэтому нам приходится заменять заводы. Вот тут, видите, называется завод имени Пузова. Я уже начал заменять здесь все офисами. И они с радостью, с огромной радостью сюда идут работать. Видите, тут все забито. Все забито абсолютно. И все на должном уровне образования. Поэтому будем балансировать вот это сейчас. Этим будем заниматься. Так. Что тут у нас? Вот еще кусок под офисы. Собственно, да. Почему у меня такие бешеные развязки? Ох, ёб, горит. Вот это зараза. А приедет кто-нибудь тушить-то? О, пожарка приехала. Вот хорошо, авось успеет потушить. В общем, у меня транспортный терминал здесь. И транспортный терминал тут. Как видите, идет постоянный поток машин. Мне пришлось строить вот эти бешеные развязки. Потому что в какой-то момент на вот этой, вот в этой части города наступил коллапс просто. Потому что здесь все быстро забивалось очень на въезд. Здесь я сделал другую развязку. Она тоже начала забиваться. Я сделал еще одну развязку. Она тоже начала забиваться. Затем просто у меня это надоело. И я заменил все эти развязки просто вот такими объездными, здоровенными. Которые ведут сразу на выезд из города. И здесь то же самое. Почему? Потому что древообрабатывающая промышленность и сельскохозяйство, они очень хороши в смысле экологии. Смотрите, да. То есть никакого от них загрязнения нет. Вот тут древообрабатывающие сельхозпроизводства. Никакого загрязнения здесь тоже. А вот где обычные заводы, там высокий уровень загрязнения. Поэтому, естественно... Слушайте, прям спрос бешеный. Вообще надо здесь все это зонирование снимать. Все под снос. Воткнем тут парочку коммерческих зданий. Тройку. А это, кстати, здесь, наверное, уже начинается другой район-то. Да, точно. Здесь мне не стоило. Ну ладно. Не стоило, но мы тогда вот так просто его расширим. Другим районам сделаем. Вот так вот. Вот так вот, да. То есть тут все это придется заменить офисами, скорее всего. Здесь сделаем коммерческое пятно такое. Заменим все это офисами. Что еще нам остается делать? Я так понял, что у меня просто скопилось такое количество образованного населения. Молодежь выросла, которая полностью получила образование. И им теперь... Они не хотят работать на заводах, им негде трудиться. Ну и другой вариант. Можно было бы построить гетто какое-то. Но я, честно сказать, не горю желанием. Ну заодно это нам поможет немножко расправиться с пробками. Я надеюсь. Я бы хотел оставить сельхозпродукцию. Наверное, сельхозпроизводство какое-то. Еще нам надо начинать искать решение проблем с мусором. Потому что вот отсюда, например, мусор вывозится не сразу. А также сюда не сразу доезжают катафалки почему-то. По необъяснимой причине. Хотя вот здесь находится и кладбище, и все. Кроме того, вот здесь очень нагруженная улица становится... Нужно сделать еще один какой-то съезд. Давайте-ка посмотрим. Вот эти вот машины все, они откуда едут? Они все едут... Они безработные и едут домой. Это вот эти вот машины, собирающиеся в хвост. Хотя нет, неправда. Сюда съезжают из-за всего города. Собственно, из-за этой пробки они не могут... Здесь все так долго и вывозится. Дома становятся заброшенными. Их надо бы... Их надо бы сносить. Построить новое, ничего страшного. Вот. Но он и наконец начинает немножко снижаться спрос на... На офисные помещения. Завод имени Пузового теперь уже не... Подходит. Мы его переименуем в... Пузов Сити. Ну, естественно. Это у нас будет Пузов Сити. Вот. И поставим им... Что тут у нас? А, дочки дыма стоят. Переработка отходов стоит. Все. Все. Замечательно. Меня все устраивает. Растет и растет, растет и растет. Спрос. И самое печальное то, что... Новые жители не хотят ехать, а именно у нас проблемы со странами. Ну, значит, возможно, пришло время заменять еще большую часть промышленности. Не могу сказать, что мне эта идея нравится. Просто потому, что это потеря доходов. Не то, чтобы у меня были проблемы с деньгами. Но... Все равно. Как-то мне от этого неспокойно. Остаются тут кое-какие хвосты, вот. Которые никак не поубирать. Вот. Но все это мы сделаем офисами. Нам больше ничего не остается. Как-то так будем заменять. Ну, и здесь тоже. Как-то так. Заодно эти жители, которые живут через дорогу, перестанут болеть. Потому что постоянное загрязнение от заводов им явно вредило. Но... Вот. Это немного снизило. Немного снизило спрос. Но... Не уверен. Не уверен я, что это решение проблемы. Потому что население будет продолжать расти. В конечном итоге, когда-то нам придется построить что-то вроде гетто. У меня есть такое ощущение. Потому что... Я знаю, что многие так делают. Просто-напросто вместо того, чтобы сносить часть промышленности, они застраивают все низкосортным жильем, которое находится так далеко, что никто не хочет ехать и получать образование. Ну, и все в таком духе. Теперь у нас спрос на коммерцию нужно удовлетворить. Ну, давайте посмотрим, есть ли у нас где-то места под коммерцию. Но не особенно много их. Не особенно много. Но постараемся что-нибудь здесь где-нибудь прибить. Ну, вот здесь вот, например. Вот тут еще там. Кстати, маленькие кусочки все забьем коммерцией. Почему бы и нет? Так. Вот, начинает падать спрос. Это хорошо. Здесь у нас начинается... Почему такие пожары? Почему пожары постоянные? Я не понимаю. Тоже им запретить, что ли? Дочки дыма стоят? Не стоят. Почему не стоят дочки дыма? Непонятно. Вон, все тем временем все уже изгорело. Это потушили, а я его снес. Ну, ладно. Так, здесь что? Заполнено, здесь вывозится. С мусором вроде сейчас никаких проблем не наблюдается. Наблюдается проблема с мертвяками. Их надо куда-то вывозить. Давайте еще один крематорий воткнем. Ах, хотя здесь вот есть крематорий. И тут есть. Что ж, они не успевают? Здесь нигде не влезает. Ну, с деньгами проблем-то никаких. В принципе, можно было бы и поставить, не знаю. Ладно, с этим мы разберемся чуть позже. Нужно попытаться понять, что делать вот с этим вот трафиком. Я понимаю, что сама по себе планировка такая, но я экспериментирую. Это же первый город. Поэтому. Очевидное решение, конечно, сразу вывести здесь напрямую на выезд. Но это создаст светофоры, потому что здесь двустороннее движение в две стороны. И нам совершенно не хочется дополнительную развязку делать. Не знаю. Здесь вроде как без проблем все. Вот здесь вот, вот этот вот участок он забивает, при том, что здесь нет... А, нет, здесь есть светофор. Здесь есть светофор. Почему? Почему им нужен светофор, если здесь только направо, прямо? Не знаю. Вот здесь вот постоянно забиваются. Они вот из-за этой узкой улочки. Может быть, заменить ее... А смысл? Это сильно, сильно проблем-то не решит. Из-за того, что здесь запаркована половина. Опять бешеный спрос. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы посмотрите на них. Они вообще не хотят работать на заводах, похоже. Давайте посмотрим. С избыточным образованием. Все с избыточным образованием. Ну, уж пипец. Эх, прощай, промышленность. Получается, что все, что я делал по... Забацим здесь побольше коммерции, высокой плотности. И... Ну, еще офисов, естественно, забьем тут. Получается, все, что я делал для решения проблем вывоза... ...тей самый продуктов индустрии, что называется, да? То есть, получается, все это пошло в пустую длину. Я же отметил, что я не хочу, чтобы здесь были... Вот. Все. Как-то так. Ну, капец. И спроса на жилье нет совершенно. Так, тут у нас что, сгорел дом? Такое ощущение, что пожарные не справляются. Да, они не заезжают в вот эти... Хотя здесь у меня куча пожарных станций, они не в состоянии проехать вот сюда в глубину почему-то. Не успевают попросту. Хотя пожароопасность достаточно низкая. Давайте проверим по районам. Что у нас тут политикам? Дочки дыма стоят. А здесь? Здесь не стоят дочки дыма. Значит, поставить. Тут тоже поставить дочки дыма. Что-то, как эти. Стоят же, да? Установились. Дочки дыма. Тут вот у нас тоже нет датчиков дыма. Да, в датчике дыма в каждый дом. То есть безобразие. Здесь, кстати, тоже не стоят. А, нет, стоят. Так, все. Опять. Опять полный. Что ж такое-то, а? Это какой-то кошмар. Какой-то кошмар. Вы посмотрите. Сразу же забивается мгновенно. И все работают. Не сказал бы, что сильно падает нагрузка на терминалы транспортные. Кстати, в моем городе вообще нет общественного транспорта. Я умырюсь пока что без него обходиться. Может быть, плохая идея, но я буду держаться столько-столько, сколько смогу без общественного транспорта. Посмотрим, что из этого получится. Дальше что у нас тут? Судя по тому, что спрос, блин, не падает. Будем это все освобождать. О, не то. Вот, вот это все, пожалуйста, мне офисами давайте забивайте. И здесь тоже все, все офисами. Везде у всех будут офисы. Никто не будет стоять у станка, все будут бумажки перекладывать. Игра, ты что не поняла? Я стер, 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 стер. Как-то так. Вы смотрите, а? И ведь малым. Что-то не так, явно. При таком количестве пожилых людей, у нас 33% взрослых, а безработица 19%. Я офигеваю. То есть... Ну это же жуть. Еще недавно она десятки не превышала. Молодежь, взрослые, все... Большая часть населения работает, и все они образованы. Им всем нужны помещения для работы. Здесь тоже все с избыточным образованием. Но это же кошмар. Это просто кошмар. Давайте все здесь... Она опять растет. То есть вот не останавливается ни на секунду. Просто здесь так вот все сотрем. И забьем это все офисами. Ну а что остается делать? Ну и коммерцией бы неплохо бы разбавить, конечно. Давайте, а здесь вот этот сотрем. Кичь, конечно, слишком большая. О, здесь все забьем коммерцией. На выезде из города пончики пусть продают. Не, не важно. Просто... Нужно как-то удовлетворить этот спрос. Посмотрим, как это скажется. По-хорошему, конечно, надо было избавляться, наверное, вот от этой промышленности. Но мне не очень хочется. Потому что это основная идея была. Города, сельхозпромышленность и ледовообрабатывающая. Кроме того, я вижу, что у меня становится постоянно все больше и больше преступников. Хотя уровень преступности показывается низкий. У меня 2-3 полицейских. Участка. Заброшенный дом. Почему? Почему заброшенный? Низкий уровень образования работников. То есть, подождите, вот здесь работают столбики какие-то необразованные дятлы. А тут им, видите ли, подавайте высокий уровень. Так. Ну, вроде как отбалансировали. Окей. Немного снизился поток транспорта, но меня, в принципе, как раз таки там-то это не сильно волновало. Там они ехали по своим полосам и никого не трогали. Это не мешало никому. Население почему-то начинает убывать в США непонятной причине. Спроса на жилье нет. То есть, вот эти дома, они даже не целиком забиты. Везде есть места еще. Офисы уже. Везде есть места. Множество проблем. Что у вас тут за проблемы? Боже мой. Знаете, вот он. Тут персональный. Сдолбали. Ну вот, про тут есть одна маленькая проблемка. Ему придется выезжать на разворот. Давайте поспорим, последим за маршрутом этого катафалка теперь. Вот так вот он выходит на трассу. Это шикарно, замечательно. Просто езжает обратно и шпарит в город. Вот сейчас он поедет здесь, вот так поедет, поедет. Сейчас он, ну, нужно будет вот там вот развернуться. Да? Сейчас он развернется у нас. Поедет обратно. Ну точно. А, он еще и вот так поехал. А, он ехал в другое место. Все с ним понятно. Но зато он обратно доедет быстро. Относительно. В общем, вот эта концепция с параллельными кривыми не сработала совсем. Опять спрос растет. Мне уже сносить нечего. Слишком все образованные. Тут тоже все слишком образованные. Вот где все необразованные работники, я не понимаю. Куда не нажмешь, везде... У меня что, людей без образования вообще нету? Это же не совпадает с правдой. Без образования 10%. Это что, дети что ли? Ну капец. Мне это не нравится. Я думаю, что мы сделаем гетто все-таки. Осталось понять, как это сделать. Как сделать так, чтобы у нас было... Нужно сделать, чтобы школы были недоступны. А чтобы школы были недоступны... Это у нас что? Начальная школа. Мы ее закроем. И мне плевать, что вы будете недовольны. То все они... Никто не должен ходить в школу. Вы должны не уметь читать и писать. Так, вот. Снести. Сто же снести. Все посносить к чертям. Что-то я делаю в корне не так. Слишком они образованные. Это странно. Мне кажется, начальное образование должно у всех быть. Но это не должно сказываться на спросе на работе. В любом случае, спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Пока.